Сегодня в течение дня Иркутск несколько раз накрывала дымом. Причина тому в многочисленных пожарах, которые полыхали прямо в черте города. На тушение нескольких самых больших очагов побывала наша съемочная группа. Павел Желудев с подробностями. В дыму даже спасателей не разглядеть. Ядовитая завеса сегодня днем накрыла склад пиломатериалов в Иркутске. Хуже места для пожара, кажется, и придумать нельзя. Ведь вокруг находится исключительно свежезаготовленная древесина. По предварительной версии, возгорание началось в строительном вагончике. Уже через несколько минут площадь очага достигла 300 квадратных метров. Большой удачей можно признать то, что рядом с местом возгорания проложены железнодорожные пути. В кратчайшие сроки сюда прибыл пожарный поезд. Его специалисты приступили к тушению совместно со спасателями Иркутска. Помимо поезда в ликвидации пожара было задействовано 7 автоцистерны, 30 спасателей. Благодаря слаженной работе удалось избежать пострадавших и минимизировать ущерб. Тем не менее, тушение очага заняло несколько часов. Проблем доставлял порывистый ветер. И пока в одном районе Иркутска горели пиломатериалы, в другом под натиском огня гибла природа. Вот эти кадры сделаны в микрорайоне Новоленина. Происходящее можно описать двумя словами. Пал травы. К чему он может привести было уже не раз доказано. Сгоревшими домами и лесными пожарами. Вот такие выжженные дотла поля сейчас можно обнаружить в каждом втором районе Иркутска. Несмотря на запреты, люди продолжают провоцировать природу. Причем зачастую в этом нет никакой мотивации. Вот как в данном случае. Смотрите, рядом ни жилых домов, ни сельхозугодий. Но огонь здесь все равно появился. Зачем? Вопрос риторический. Впереди у жителей региона пять праздничных дней. А вот кому будет не до отдыха, так это спасателям и сотрудникам полиции. Ежедневно они проводят профилактические рейды. Главная цель которых еще раз напомнить, насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности. Увы, но понимают это не все. Павел Жулодев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.